Здравствуйте! Это программа «Город С» и Елена Чернявская. В нашем городе большое внимание уделяется развитию спорта. Благодаря этому самарские спортсмены, в том числе и воспитанники спортивной школы номер 11, занимают призовые места на соревнованиях всех уровней. Об успехах в работе и планах на будущее я говорю сегодня с моими гостями в студии. Екатерина Александровна Чуйкова, директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 11, участница Олимпийских игр по лыжным гонкам «Ванкувер» 2010 год. И Сергей Александрович Егоренков, тренер по лыжным гонкам спортивной школы Олимпийского резерва номер 11, заместитель председателя Федерации лыжных гонок Самарской области. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Сегодня предлагаю время нашей программы посвятить, конечно же, вам, школе Олимпийского резерва номер 11. Первый вопрос. Екатерина, скажите, пожалуйста, какие все-таки основные задачи сегодня стоят перед вашей спортивной школой? Наша школа является физкультурно-спортивной организацией, и предметом деятельности которой является реализация спортивной программы, разработанной в соответствии требований федеральных стандартов спортивной подготовки, а также организации проведения спортивно-здоровительной работы по физической культуре и спорта среди различных групп населения. Конечно, основной задачей, которая ставится перед школой, это подготовка спортсменов высокого уровня, высокого класса к соревнованиям на городском округе Самара, Самарской области и, конечно же, Российской Федерации. Основные задачи. Сейчас численность работников нашей школы составляет 72 спортсмена. Из них 36 тренеров. Тренеры у нас имеют всеразличные категории. Работники школы имеют следующие почетные звания. У нас есть заслуженный тренер России, 4 человека. Отличник физической культуры и спорта. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Кандидат педагогических наук, ветеран труда, заслуженный работник в сфере физической культуры и спорта Самарской области. Также у нас спортсмены, у нас 6 отделений по видам спорта. Это греко-римская борьба, самбо, сумо, дзюдо, футбол и лыжные гонки. Это 875 спортсменов, которые занимаются в нашей школе. И у нас спортсмены, есть заслуженные мастера спорта, 2 человека. Это я сейчас говорю про данные на 2021 год. Мастера спорта России, это 7 человек. Кандидаты в мастера спорта России, 23 человека. Перворазрядники, 27 человек. И другие разряды, это 174 человека. В 2021 году в состав сборной команды России вошли 12 человек. И сборные команды Самарской области вошли 72 человека. Действительно, школа прям вот Олимпийского резерва. Одни чемпионы. Сергей Александрович, скажите, почему выбор ваш пал на работу именно в этой школе? Расскажите, пожалуйста, о себе. С чего началась ваша любовь к спорту? Ну, дело в том, что я был активным мальчиком и прошел большую школу плавания. Я в теннис хорошо играл, в духовом оркестре. Но как-то попав в лыжную секцию, остался там навсегда. И прогресс спортивных моих результатов. Ну, и, соответственно, как бы, пал выбор остаться в лыжных гонках. Ну, закончив, перешел работать тренером. Ну, я начинал в спортивном клубе крыльцоветов. Потом там сократили эту дисциплину. И пришел, давно работал, соревновался с этой школой. Всех знаю. И пришел туда работать. Довольны сейчас своей работой, ну, и, конечно, результатами, которые выдают ваши воспитанники. Да, вы понимаете, когда набираешь группу детишек маленьких, которые еще ничего не умеют. Год, два, три, четыре. Начинается появление каких-то результатов. Удовольствие в работе подхлестывает и начинает захлебывать и зашкаливать это все дело. Дети смотрят в глаза. Мы проводим даже свои соревнования, где приглашаем всех. И там дети по-взрослым плачут, падают. Переживают. И когда их награждаешь на пьедестал, они там, мы проводим очень много своих соревнований, получаешь истинное удовольствие. Такая усталость. За мной приходишь устал, но приятная усталость от той работы, от любимой. Очень редко бывает совпадение любимой работы, скажем так, от которой действительно получаешь удовольствие. А дети – это непредсказуемые люди. И они очень честно в глаза смотрят и верят в тебя. И, соответственно, когда получают результат, они приходят и говорят, «Селений Александрович, я с медалькой». Спасибо большое. Эмоциональный такой ответ, Екатерина. Ну, а вы сейчас работаете директором школы, но в недавнем прошлом вы профессиональная спортсменка. И вот, как я уже сказала, да, Ванкувер-2010. А все-таки какая для вас самая главная победа, самое главное достижение в жизни? Знаете, я думаю, что именно отсчет профессиональной, именно вот профессиональной, прям по-настоящему слову, профессиональной карьеры начался у меня с победы в городе Тобольске. Тогда были соревнования первенства России по молодежи до 23 лет. Это был отбор на первенство мира. Я заняла первое место, я отобралась. Позже я поехала в этот же год через какое-то время на Красногорскую лыжню. Это Кубок Восточной Европы. Я там выиграла гонку, и после чего, после этой гонки, меня взяли на взрослый чемпионат мира. Я считаю, что вот это именно переломный момент, именно вот был основным, наверное, толчком в профессиональную деятельность. Хотя до этого уже были победы на Кубках России, но они были, то есть, подводящие вот к этому пику моей спортивной карьеры. Хорошо, ну а дальше? А дальше уже начались соревнования на международном уровне. Это этапы Кубка мира, это чемпионат мира, Олимпийские игры, к сожалению. К сожалению, на чемпионате мира и на соревнованиях Ванкувера, да, Олимпиада, по определенным причинам я не была выставлена на эти гонки. Но тем не менее, я там была, я пропиталась вот этой энергетикой, которая там была, которая присутствовала. Поэтому, естественно, это во мне останется на долгие-долгие годы. Как проходила Олимпиада, где мы жили, Олимпийская деревня, все вот эти вот эмоции, которые были в Олимпийской деревне, вот это напряжение, комочек, да, напряжение. Я это все пережила, я все это принесла через себя, потому что, когда я ехала на эти соревнования, я ехала с большой уверенностью, что я буду выступать, что я буду соревноваться. Но, к сожалению, случилось так, как случилось. Да, тем не менее, все равно, вы совершенно верно заметили, ведь все равно участие – это тоже главное. Я бесспорно счастлива, я, мне кажется, один из самых счастливых человек в этом мире. Я действительно пережила огромные эмоции, которые, наверное, в обычной жизни не везде найдешь. Я не считаю рождение детей, да, это вот спортивная жизнь, это особая жизнь, в которой мы жили, в которой мы варились, в которой мы испытывали, как правильно сказал Сергей Александрович, и горе, и радость, и счастье. И вот, когда у тебя результата нет, ты уже все стоишь на коленках, готов уже все уйти, и ты находишь себе силы, находишь себе в какую-то мотивацию шагнуть дальше и идти дальше. Вот это, конечно, и эти качества, они очень помогают в обычной жизни. Да, сейчас жизни, я думаю, что вот именно эти качества, а они очень главные определяющие, вы прививаете своим воспитанникам и детям. Скажите, пожалуйста, школа Олимпийского резерва номер 11 сегодня, Самарская школа – это старт в профессиональный спорт? Да, конечно. Она не зря называется Олимпийской. Мы кроме, скажем так, группы начальной подготовки, малышей набираем, но еще потом из них вырастают спортсмены первого разряда, кандидаты в мастера спорта. У нас есть Дима Козлов, чемпион России, он выступал на этапе Кубка мира, входил в сборную России. Сейчас у нас есть воспитанник, сын Егоренков Данил Сергеевич, член сборной России по лыжным гонкам, в основной состав юниорской сборной. И на фоне этого, кроме лыжных гонок и другие виды спорта, которые поддерживают школу на должном уровне, скажем так, и статус Олимпийский она не зря носит. Ну, в таком случае расскажите о составе тренеров еще раз, о финансировании, о базе вашей, ну и, конечно, как, из какого возраста нужно все-таки идти заниматься уже, если ты хочешь достичь, ну, пускай в редком случае профессиональных высот, но, по крайней мере, каких-то приличных результатов, от которых будешь в первую очередь доволен сам. Ну, давайте я расскажу о нашей, так скажем, базе, где мы тренируемся. Есть у нас наши тренировочные базы, которые находятся в нашем оперативном управлении. Это ФОК Невский, это Старый Загор 226А спортивный зал, это лыжные базы на Ташкентской 151, это Сквер Родина, да, где у нас есть мини-поле, где тренируются наши юные футболисты. Как сказал Сергей Александрович, хотелось бы еще отметить по поводу профессиональных спортсменов. У нас действительно в стенах нашей школы рождаются спортсмены высокого уровня. Я сама выходит из этой школы, я занималась 12 лет в этой школе, и до определенного времени я числилась в этой школе. И именно в этой школе я выполнила кандидата в мастера спорта, мастера спорта, и уже после этого, то есть, ну, пошла дальше. Сейчас, вот на 2021 год, у нас есть ряд спортсменов, которые показывают высокие результаты, как на российских соревнованиях, так и международных соревнованиях. Это по дзюдо, самбо, сумо, лыжным гонкам и греко-римской борьбе. Отмечу несколько спортсменов. Межецкая Дарья, это заслуженный мастер спорта по дзюдо, она входит в состав сборной команды России, и сейчас она выступала на Олимпийских играх в Токио. Да, Конкина Анастасия, заслуженный мастер спорта по дзюдо, Жданов Даниил, мастер спорта России по самбо, тоже входит в состав сборной команды России. Михалев Глеб, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, тоже входит в состав сборной команды Российской Федерации. Салгарбека Дилбара, Костенко Валентина, Чернышова Мария, Салиманова Алиса. То есть есть ряд спортсменов, которые действительно показывают высокие результаты и которые могут подниматься выше и выше по карьерной своей спортивной лестнице и завоевывать самые высокие места. Хорошо. Сергей Александрович, а вот как все-таки выбрать то направление в спорте и, конечно, чтобы стать успешным в нем? Вот когда к вам приходят дети, как вы определяете, есть ли у него потенциал, либо, ну, ребенок просто будет заниматься наравне со всеми? И как в этом убедить родителей, чтобы доверяли тренеру? Ну, вы знаете, практика показывает, обычно, когда родители в первый класс идут, они приводят своих детей в разные секции, не обязательно к нам, в разные секции. И начальной подготовки мы занимаемся очень физической подготовкой. Смотрим, кто как относится к тренировкам, кто как в них участвует, кто регулярно ходит, кто там через раз, кому нравится, кому не нравится. Ну, а практически к 13-14 годам каждый уже для себя определяет специализацию. Лыжник, борец, боксер, футболист. К этому моменту они начинают уже взрослеть и уже для себя определяют тот вид спорта, который... И, соответственно, они расходятся по специализации. Вот, кстати, критерии. Давайте вот на этом остановимся подробнее. Екатерина, может быть, вы дополните. То есть отношение к спорту, дисциплина, ну, то есть, соответственно, как ребенок выкладывается на тренировки. Вот что еще, чтобы родители видели и понимали, что да, мой ребенок вот действительно выкладывается на все 100% на тренировки. Результат, конечно. Результат, это основное. То есть, конечно, основное в тренировочном процессе – это конечная цель, это результат. Но, опять же, нужно смотреть... Когда его ждать? Сразу же? Год, два, десять? Вот, я хотела сказать, да, не сразу. То есть, у каждого свое развитие, у ребенка, да, кто-то раньше взрослеет, я имею в виду, в физиологическом состоянии, кто-то чуть позже. То есть, у каждого свой возраст, когда, может быть, пика вот эта взрывная, да, спортивная подготовка. Поэтому у нас целенаправленная подготовка, многолетняя, где наши спортсмены тренируются. Вообще, у нас идет набор в спортивной секции в декабре месяце. У нас муниципальная, да. Вот сейчас очень актуальная информация, да, внимание родителям. У нас муниципальное задание формируется на год с 1 января по 31 декабря. И, соответственно, в декабре у нас происходит набор детей в нашу спортивную школу. В спортивную школу могут попасть дети, ну, по определенному виду спорта, в определенный возраст. То есть, допустим, лыжные гонки – это с 10 лет, там, да, там, дзюдо, там, с 8 лет и так далее. Вот. Муниципальное задание формируется, места заполняются детьми. То есть, если прошел год, да, набора, в феврале пришел ребенок, если есть свободное место по муниципальному заданию, мы можем ребенка принять. По муниципальному заданию может быть свободное место, но, опять же, да, ребенок пришел, не понравилось ему, ушел в другую школу, там, секцию, переехали. То есть, место освободилось. По муниципальному заданию означает, что занятие в школе? Бесплатные? Бесплатные? Бесплатные. У нас бюджетное учреждение, у нас занятия бесплатные. У нас есть внебюджетная деятельность, которую мы развиваем, но эта деятельность направлена на детей более младшего возраста, тогда, когда ребенок не может попасть еще в школу по возрасту в свою секцию, допустим, мы же говорим, с 10, а ребенку с 7, к примеру. То есть тогда может быть платное занятие. И тогда происходит набор по внебюджетной деятельности в секции. Или ребенок хочет попасть, но на данный момент муниципальное задание у нас есть. Сформировано полностью, да? И все места заняты. Мы можем взять ребенка пока на оплатной основе. А дальше будем смотреть. То есть если есть свободное место, то есть ребенок может, как ему может не понравиться, также ребенок может, к сожалению, быть отчислен в связи с непосещаемостью занятий, да? В связи там с дисциплиной. С другом с этим. Ну, как? Так же, как и в обычной школе. Да, конечно. То есть если ребенок не посещает и так далее, он может быть отчислен. Но, я говорю, это редко такое бывает. В основном, конечно, все по собственному желанию. Ребенок переходит в другую школу или переезжает в другой район. То есть неудобно родителям возить. А так, то есть у нас, в принципе, заполненность по муниципальному заданию полноценная. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вот какие успехи у ваших возрастных групп были в 2021 году? Ну, вот я сказал, у нас вот мой сын попал в сборную России в основной состав. Вот. Ну, а чемпионов области у нас очень много в моей группе. Мы работаем в команде. Очень такой хороший сложился у нас коллектив. В нашем вот Козлов Юрий Викторович у нас. Вот. Я, Егор Никасири Александрович, и Федора Людмила Васильевна. Она у нас как бы организовывает набор детишек. Очень много новичков. Она ходит по школам. Ну, и как-то по домашнему с ними возится. Особенно, когда выезжаем в лагерь. Вот. Ну, кроме, значит, организации, палата у нас всегда пятерка за чистоту. Она всегда следит за этим. Там кто-то там носки, кто-то там майку. Всегда замечание там пойдет, там отругает. Поменяй майку и так далее. То есть вы хотите сказать, что в школе еще помимо спорта идет и серьезная воспитательная работа, да, среди вас? Без этого нельзя. Мы же тренер-преподаватель. Мы все равно воспитываем. Они с нами вот в лагерь поехали 24 часа. Ну, дети есть дети, и поэтому приходится где-то и охранять их, где-то воспитывать, где-то направлять. Ну, и, соответственно, тренировочный процесс очень большой. И удивляешься, когда после больших нагрузок они еще не спят. Мудрее по-хулиганям. Да, да, приходится где-то и прикрикнуть. Вот, кстати, хорошо, что затронули эту тему. То есть школа Олимпийского резерва зимой – это все-таки, да, большая часть тренировки, а летом – это еще и возможность поехать в спортивный лагерь. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Вот кто больше владеет информацией? Ну, я, наверное, я очень давно мы ездим. У нас уже там первая-вторая смена, лагерь «Олимп» на седьмой просеке. Это спортивный лагерь, туда очень много заезжает. Ну, весь город наш приезжает туда, в лагерь. Директор там Звягинцев Вячеслав Сергеевич, вот, мы давно там в лагере. И проводим и день Олимпийского флага, и открытие-закрытие, там, представление каждой специализации. Мы представляли даже, рэп читали у нас девчонки, организовывали. Катались на лыжероллерах там. Борцы там, токвандисты выступали с показательными выступлениями. То есть не только мы, но весь лагерь представлял свои отделения. Свои направления в спорт. Не обязательно там токвандо показывал какие-то приемы, песни, шутки. То есть организовывали еще стенгазеты. Вот забытые давно в пионерских лагерях стенгазеты выпускали. Ну, вообще, дети активно... Детям нравится? Необходимо это? Да. Хотелось бы, чтобы больше было. Больше. Не только вот где-нибудь еще за городом. Еще бы вот несколько лагерей бы открыть, охватить. Больше детей летом, тем более они без лагерей дома бегают. Лагеря нет, мы же тренируем. Так же ходим на работу, так же это. Хотелось бы вот побольше. Да. Екатерина, вопрос к вам. Скажите, вот вы сейчас руководство школы, вы директор. Остается ли время на занятия спортом? Знаете, мы сами строим свою жизнь и сами планируем свой день, свой год и так далее. Я, к счастью, наверное, такой человек, планировщик. То есть я прагматик, мне нужно все распланировать, все, чтобы было четко. Поэтому в моей жизни спорт есть, он был, есть. И слава богу, и надеюсь, что со здоровьем будет все хорошо. И он будет всегда в моей жизни. На данный момент я хожу в тренажерный зал. Три-четыре раза в неделю стараюсь успевать. Конечно, приходится после работы. Сил не очень на это много, но тем не менее. Меня это, наоборот, заряжает. Мне нравится мое отражение в зеркале, когда я потянута спортивно и так далее. Потому что все-таки я, видимо, настолько пропитана спортивной энергетикой, что неспортивное отражение будет меня, наверное, деструктировать. Вот. Поэтому обязательно спорт в моей жизни есть. И у меня двое детей, которые также занимаются спортом. Да, я, конечно, когда они приходят, мам, мы устали 5-10, давай, это какой-то другой вид спорта старший мне говорил. Я говорю, ты понимаешь, мы можем выбрать другой вид спорта, если ты не хочешь, да. Но ты должен понимать, что ты в любом случае будешь в спорте до определенного времени, там, до 18 лет, дальше ты решишь сам. И неважно, какой вид спорта, лыжи, бег, дзюдо, самбо, неважно, все равно нужно в любом спорте этому делу отдаваться, если ты хочешь, результата. Вот. Сейчас у меня занимаются дети боксом. Да, мне удобно, потому что это находится рядом с домом, у нас очень замечательные тренеры. Сергей Александрович, а вопрос к вам. Что изменилось в школе с приходом Екатерины Александровны Чуйковой? И, прежде всего, отношение к лыжному отделению. Конечно, это ее любовь отражается на нас, но мы стараемся тоже помогать как-то. Ну и соответствовать, наверное. Да, и показывать какой-то результат, чтобы не говорили, что мы вот под крылом у директора. Нет, мы стараемся, стараемся своими результатами, вроде поддержку директора. Я как директор, конечно, для меня все виды спорта в данном моменте, да, они все равны. Конечно. И это справедливо, кстати. Конечно, это обязательно. Нет такого, что я люблю лыжи больше, то есть не то, что я люблю, то, что я к ним отношусь как-то особенно. Я просто люблю лыжный спорт. Но для меня, так как я руководитель, для меня все шесть отделений, они все одинаковы. То есть я понимаю, что и дзюдо нужно, да, и самбо нужно, и там, и сумо, и лыжи, и футболы, и так далее, и тому подобное. Поэтому такого, что кого-то я выделяю, такого нету. Мы вот сейчас участвовали, начали участвовать, школа начала участвовать в грантах, участвовали в гранте, да, от Лукоила. Подали заявку на модернизацию нашего спортивного зала. Также сейчас я участвую в конкурсе от губернатора. Конкурса, там у нас мы представляем проект, проект направлен на развитие и, так скажем, развитие парка 60-летия советской власти, где мы регулярно проводим соревнования. Мы помимо того, что мы тренируем спортсменов, мы готовим их к соревнованиям, мы еще регулярно проводим спортивно-массовые мероприятия, спортивные соревнования. Да, то есть и в парке 60-летия власти на наших объектах, которые находятся в спортивном управлении, регулярно городского округа Самара, у нас регулярно проходят различные старты. Ну, мы заговорили с вами совсем недавно о творчестве. Сергей Александрович, сейчас очень много снимают фильмов про спортсменов, основанные на исторических событиях, различные виды спорта, это и футбол, и плавание, и хоккей, и перечислять можно очень долго. Какой ваш любимый фильм? Ну, «Белый снег». «Белый снег». Дело в том, что у меня есть там, скажем, любимая героиня в голове директора нашей школы, которая принимала участие в этом фильме. Конечно, мы с удовольствием смотрим. У Леонид Сирины, неужели? Ну, единственный момент здесь, что, ну, как бы, нельзя где-то вот в лагере показать там это, немножко в этот году и в том году ограничение с этим ковидом. Ну, вообще, очень интересно, если бы, допустим, на большом экране, это все в спортивном лагере, вот показывали фильмы, ну, вот из-за вот ковид. Займитесь, Сергей Александрович, организуйте, и, ну, я думаю, что у вас питомники... Ну, в телевизор-то можно организовать, но хотелось бы, чтобы у нас там есть большой экран, но у нас все есть. Ну, вот ограничения в этом... Так, ну, это, как только снимут, ограничения, да. Этот фильм с успехом прошел в прокате, я его также смотрела. Ну, расскажите, принимали участие в съемках, здорово, интересно. Расскажите, как это было? Да, на самом деле, мне поступило предложение сняться в этом фильме. Я была дублершей одной из спортсменок из Австрии, которая тоже выступала на этих соревнованиях. Конечно же, я подумала немного, ну, прям совсем немного, буквально 10 минут, и дала положительный ответ. Мы поехали в город Кировск, съемки проходили там, это Мурманскую область. Я поехала, наверное, основная была причина, по которой я поехала, одна из причин, две их, наверное, было все-таки. Первая, это я очень хотела встретиться с моими старыми друзьями, подругами, с которыми мы были в сборной команде России. И случилось так, что 70% девочек, которые снимались в этом фильме, они были раньше в сборной команде. Вот, поэтому, конечно, когда мне поступило предложение, я с радостью согласилась. Второе, это, конечно, хотелось посмотреть, что такое фильм, как он снимается изнутри. Когда мы сидим, смотрим на диване, да, телевизор, это одно. Когда мы проживаем этот момент внутри, это совсем другое. И на самом деле, когда мы закончили съемки, мы поняли, насколько это колоссальный труд. Мы снимались 20 дней, из этих 20 дней, вот, съемки фильма, да, там, может быть, минут 12 было. 20 дней, а фильм шел там, ну, практически два часа. Ну, конечно, в разных точках снимали, да. Да, мы понимаем, насколько это сложно. Тогда, когда мы снимались, у нас съемки проходили, ну, получается, соревнования у нас были. И это Кировск, Мурманскую область, это горы, и это постоянная смена температур. То есть, утром мы приходили, температура была достаточно комфортная, там, минус 2, минус 3, солнышко. А когда мы заканчивали, могут быть дикие порывы ветра, то есть, мы стояли в пледах, накрывались. То есть, условия были достаточно такие сложные. Но нас это совсем никак не омрачало, то есть, мы стояли с улыбками, мы настолько пропитаны были вот этой атмосферой праздника, что мы немножечко окунулись в ту историю, которая была. Поэтому я очень счастлива, что я снималась в этом фильме. Ну, Екатерина, видите, тренеры вам дают высокие оценки. А вот режиссер в этом фильме какую дал вам оценку, заставлял, может быть, переснимать несколько дублей? Или все получалось, как на лыжне в профессиональном спорте? Обязательно. Было 350 миллионов дублей. Но дубли были, знаете, с чем связаны, потому что у нас не было, у меня, по крайней мере, у девочек, которые были в сборной, у нас не было роли, где мы были как ораторы. То есть, не было. У нас именно была спортивная, да, спортивная такая направленность. И, естественно, кто-то кому-то на лыжи наступил, кто-то споткнулся, кто-то некрасиво прошел, кто-то там некрасиво повернулся. И снимали же, естественно, с одного ракурса, второго, с третьего, с пятого, с десятого. Техники было очень много. То есть, я раньше думала, что, ну, утрированно там 10 камер по бокам, все. Нет, там был задействован и сноуборд, то есть спортсмен, который снимал. И техника, ну, я не знаю, как это называется, и техника такая масштабная, то есть прям с гусеницами вот это вот все. Ну, то есть, съемки были действительно колоссальные. Масштаб съемок просто поражал. Здорово. Да, Сергей Александрович, а знаете, какой хочу вам задать вопрос? Вот вы сказали, что вы сами с детства в спорте, и у вас были также тренеры. Скажите, какой сейчас подход тренеров к детям? Что самое главное в воспитании будущих спортсменов? Ну, прежде всего, отношение к спорту. Вот. Потом мы воспитываем в них, прежде всего, тактичность, пунктуальность. Читаем лекции по гигиене, объясняем, какое упражнение, для чего, зачем. Вот. Чтобы они понимали, что вот это упражнение для этого, это для этого, это для этого. Вот. И потом объясняем, что в связи с этим будет потом определенный результат. Вот. И очень много, конечно, с малышами занимаемся воспитанием. Воспитанием. Организовываем их. Потому что вид спорта, он, скажем так, на морозе. И когда сильный мороз, конечно, дети не всегда правильно одеваются. То есть мы всегда воспитываем, объясняем, что надо одевать, как надо одевать. Вот. Конечно, организация вот этого процесса, чтобы они вовремя были, чтобы правильно одевались и так далее, и тому подобное. Вот. Вот это основное, конечно. Спасибо. Екатерина, хочу предоставить вам заключительное слово. Почему сегодня стоит выбирать школу Олимпийского резерва номер 11? Ну и, конечно, чтобы вы хотели пожелать своим воспитанникам, родителям, ну и всем тем, кто захочет. А в декабре набор, как сказали мои уважаемые гости, прийти к вам в школу. Ну, в первую очередь, наверное, хотелось бы обратиться к родителям, потому что дети, которые приходят в нашу школу, это дети начальной подготовки, это малыши, по сути, да, 8-10 лет. И хочется сказать родителям первое, не торопитесь слишком рано давать детей. Дайте им прожить свое детство, свое время, потому что сейчас такая тенденция, то, что родители готовы чуть ли не с пеленок, ребенок только научился ходить в худунках, они его готовы отдать в какую-то секцию. Это немного неправильно. Ребенок должен быть активным, но не нужно его, извините, пихать в каждую секцию, чтобы у ребенка не было детства абсолютно. Поэтому приводите детей в соответствии с возрастом. Если вы попадете в школу нашу, в другую школу, неважно, у нас замечательная школа в городском округе Самара, ваш ребенок попадет в среду, где он будет формировать свой характер. Этот характер останется на долгие-долгие годы. Вот эта вот порядочность, вот эта дисциплина, вот это умение выстраивать свой день, свой график, свой режим, умение строить планы и цели, это поможет вашему ребенку в будущем. Состояться как личность. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. А еще я хотела бы, конечно, поблагодарить Департамент физической культуры и спорта городского округа Самара, Администрацию городского округа Самара, Администрацию Кировского района городского округа Самара, также депутатов городской думы Пономарева Зоя Дмитриевна, депутатов губернской думы Дормидонтова Вячеслава Викторовича, Антимонова Марина Юрьевна, школа 98-й поселок Зубчининовка и, конечно, Федерации по нашим видам спорта. За активное участие, содействие и развитие нашей спортивной школы. Благодаря вот общим усилиям наша школа, да и вообще спорт в принципе, будет развиваться и наши спортсмены будут выступать на соревнованиях международного уровня и переносить нашей доблестной Российской Федерации золотые медали. Здоровья, профессиональных достижений в том поприще, которое вы для себя выбрали и определили сейчас. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего, до свидания и, конечно, будьте здоровы и успешны!